Продолжение следует... 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 я буду организатором? Согласно 54 федерального закона шествия, митинги, пикеты, они подаются... Это шествие. Это шествие. Вы организовано, организовали колонну, если бы организовали, вы нарушили бы этот закон. Закон у нас един. Товарищ подковник, ну как? Как можно это определить? Объективно. Это нельзя определить. Организовано это шествие, либо это просто люди идут по улице. Если люди идут по улице, взялись друг за друга под ручки, это организовано шествие, Был организатор, который сказал, все идем организованно, идем к администрации города, и там будет что? Это он организатор или нет? Не знаю, не видел его. Вот этого я человека не видел. Я видел в клетчатой курточке. Молодой человек, который сидел на плечах. Был. Был. Вы его забрали? Конечно, как организатор, который нарушил федеральный закон. А вы на свадьбах тоже задерживаете? А почему у них свадьбы? А почему у них свадьбы? А, там молодые люди свадьбы. И по плотинке ходят. Вы не путайте публичные мероприятия с досугом. Нет, на самом деле, давайте толковник, вот ситуация такая. Вот люди, на самом деле, сюда пришли высказать свое недовольство. Недовольство выбором, понимаете? Недовольство власти, правящей власти, недовольство Путиным и Медведевым. Я не нарушаю федеральный закон, я гражданин своей стороны, я люблю свою родину, понимаете? Вы, вы, нет, чтобы организовали нормально площадку, дали возможность людям это высказаться. Нет, вы хватаете человека, тем самым вы настраиваете общественность против правоохранительных органов. Просто к себе питаете, ну, какие-то вот такие вот, ну, чувства, понимаете? Вот я знаю, здесь стоит много людей очень, в том числе и журналистов, порядочные, все нормальные люди. Так они просто-напросто негатив испытывают к правоохранительным органам. Ну, разве это, ну, вам-то как? Вот, ну, это же не по-мужски на самом деле. Ну, дайте людям высказаться, дайте возможность проявить гражданскую активность, дайте возможность просто высказать свое, как бы, ну, гражданскую позицию по отношению к тому, что у нас делается в России. Ну, что, вы не в другой стране живете, вы в этой же стране живете, вы видите, что происходит. Почему надо вот таким способом решать проблемы силовыми, заламывать руки и человека закидывать в бобик? Он что, совершил преступление? Какое преступление совершил? Да ну, не совершил он преступления никакого. Почему к нему так вот применили спецсредства, силу, спецприемы? Ему заломали руки, закинули его в бобик. Это нормально, нет? Ну, как вот, товарищ полковник, несерьезно, просто несерьезно. Вы идете уже по факту окончания, правильно? А для начала, для начала было право нарушения. Ну, вы далеко? Товарищ полковник, ну, как право нарушения? Согласны. Подождите, право нарушения было такое. Вы хотите меня услышать или себя пропьяниться? Я не пропьярюсь, я достаточно пропьярюсь, чтобы пьяриться. Я хочу вам сказать, право нарушения, с размером наказания, не было такого, чтобы заламывали руки. Он не совершил такого, такое деяние, чтобы ему просто залавали руки. Он ничего такого не сделал. Он сказал неповиновение, видимо, сотруднику полиции. Так, ничего себе неповиновение, это вытернули его из толпы. Это, видимо, действие сотрудника полиции, который предлагал ему прекратить данное право нарушение. Но вы читайте, при этом мы встали. Мы стояли. Вы-то стояли, может быть. Они тоже стояли. Вытернули из толпы. У нас видео есть. Изначально, про что вы говорите, спокойно можно было организовать собрание. Оно не нарушение. Да, нормально. Спокойно, без плакатов и без усиливающей аппаратуры. Можно было высказать. Никто, это не нарушение. Почему вы это не сделали? А почему попытались? Никто не попытался. Ну вот, ребята же, они как-то организовались, как вы говорите. Когда сфотировали, никто же никого не задерживал. Все было в рамках закона. Вы ничего не нарушали. Ну только вы сделали организованное движение, шествие, вы нарушили. Но когда человека собрали, мы стояли. Подождите, по факту идем. Мы идем по факту. Да ладно, это сделано, чтобы мы побоялись. А вот мы не все боялись. Вы же на Урале живете. Кто-то испугался, нет? Здесь люди гордые. Люди не ушли. Гордые, гордые. Не слушайте, а вы говорите один организатор, а вы держали трех как минимум. Ничего можно не бояться. Здесь идут организаторы и активные участники. Правонарушения. Все. Кто организатор? Читайте закон. А мы можем узнать, куда их отвезли? На отдел полиции номер 5. Мы забрали экипаж Ленинского УВД, патрульно-постовой службы и отвезли в неизвестном направлении. Молодые люди просто шли и им резко заломали руки и их забрали. Я прошу вот этот факт закуспировать и скажите, пожалуйста, фамилию дежурного и номер куспа. На плотинке. На плотинке с торца техникума Ползунова. Да. Да, Маленкин Евгений Викторович. Евгений Викторович. Да. 19 марта 1976 года рождения. Белинского, 19. Да, частный дом. Да. 10 минут назад. Да, 19.50. Да, 803, да, экипаж? Экипаж какой? 803, да. Четверых. Да. Ну, неизвестно. Молодые люди шли по улице Ленина в сторону здания администрации. Их выдернули и забрали, заломали руки. Я представляю это происходит. Я видел и поэтому я вам хочу сообщить. Я считаю, что это действие неправомощное. Сотрудники полиции нарушили законодательство. Превысили свои полномочия. Скажите, пожалуйста, фамилию дежурного. Я сейчас по Москве сегодня живу, а там Москве сидишь. Ну, кто при... Да, 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 кто принял? Сапегин. Сапегин, да? Нормальные люди должны переживать. А что парни это забрали? Ни за что. Я видел, я видел, как их забирали. Скажи. Если правоохранительные органы, сотрудники полиции какую-то претензию имеют к гражданам, они просто могут подойти вежливо и попросить пройти. И законопослушный гражданин, он обязан подчиниться сотруднику полиции. Ничего в этом нет. Предъявить документы и так далее. А парня просто забрали, выдернули из толпы и забрали. Заломали ему руки и засунули его в УАЗик. Такое ощущение, что он совершил, ну, как минимум, либо разбойное нападение, грабеж, либо еще какое-то особо тяжкое преступление. Это, ну, я считаю, что в данном случае сотрудники полиции нарушили закон и превысили допустимую меру. Вы видели одного, но их же несколько задерживали. Я видел, как одного задерживали, да. Второго так же забирали. Ну, вот, ну, ребята говорят, что вот второго так же забирали. Это, ну, это неправильно. Ну, это, это очень, это очень серьезно, это влечет за собой, ну, серьезные последствия, потому что общество и так сейчас накалено, да, в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в стране. И я считаю, что правоохранительные органы таким поведением настраивают народ против себя, против себя и власти. Не должно так быть, вообще не должно. Мы должны друг друга слышать. Кого они защищают, это, правоохранительные органы? Кого защищают сотрудники полиции? Тоже непонятно. Они, их действия должны быть в интересах общества, граждан, в интересах народа. А сейчас в интересах, кого действовали эти сотрудники полиции, которые заламывали руки? Вы проходили мимо? Я проходил мимо, я проходил мимо. Еще хотел уточнить, то есть шествие вы не видели, да? Я не видел само шествие. А вот вы звонок сделали в полицию? Это телефон доверия ГУД по Саратовской области. Дежурный Сапегин принял у меня сообщение о неправомочных действиях сотрудников полиции и сказал, что доложит руководству рапорта. А вот с кем-то разговаривали, не знакомы? Нет, ну новые все же, это московская команда. Мы не знакомы, не в курсе. Пожалуйста. Конечно. Ладно, давайте, удачи. Все, я тогда скажу всем, что сейчас отпустят. Да, 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 конечно. Помню, Евгений Самсонов и Неймин Помаскин. Михаил Усачев. Михаил Усачев. Михаил Усачев. Продолжение следует...